А ты хочешь братика или сестричку? Братика! Братика? Да. Слышь, я хотел тебя попросить, может ты маму нашего болтаешь? Может мама сейчас придет, ты у нее попросишь, мам, подари братика. Попросишь? Да. Вот, чтобы она на то, на папу, не дарит братика, может хоть тебе подарит братика. Нужно ничего, и росою утро стынет, небо ранее свето, поцелуями твоими, тайна, что за облаками, нежно властвует над нами. Кто скажи нас, может ты... Так, че ты кричишь? Я сейчас побросаю тебя. Все? Как Мишка ругается? Оп! Вот и я, и папа ругается. Оп! Да. Я у нас в магазине, сейчас покажу вам модельки, у нас очень много нового. Все, сегодня, конечно, не покажу, но частично. Так, такая курточка, она в трех цветах, в беже, в таком золотом беже, в черном и в таком молоке. Костюмчик с шапочкой, мягкий, очень нежный, максимально приятный к телу. И получается такой, знаете, светлый, нежный образ. Очень теплый. Показываем костюмчик в изумрудном цвете. У нас огромное количество всего. Все смотрите на рабочей страничке в пынзер.ру. И голосуйте по поводу того, показать ли вам еще больше старых эфиров, в котором я так даже ностальгирую. Мне само интересно их сейчас пересматривать. Впервые за столько лет после моего участия на доме, мне именно сейчас почему-то интересно их пересматривать. До этого я никогда их не смотрела. Поэтому, если вам интересно, я их буду скидывать в стори. Вот это я одела, теперь снимать не хочу. Это все я беру себе. Ну, то есть у нас есть еще эти варианты. Ну, просто костюм троечка, он такой мягкий, вы себе не представляете. Просто нежнейшее качество, шапочка. И вот эта курточка, ну, и кином пухло вообще. Смотрите, микрофоны приносят в пакете. Вот вы удивлялись, что в Турции в наушниках вкусят. Вот в Москве микрофонов покинуться в караоке. Ну, вообще прикольно. Ну, блин, я за... Не стучишь в мои окна. И от слез все промокло. Без тебя, жизни не без тебя. Смерти не без тебя. Счастья не без тебя. Попутал без тебя. Жизнь не без тебя. Смерти не без тебя. Счастья не без тебя. Попутал без тебя. Есть с кем жить, но не буду. В общем, мы немножко вылазочкой такую сделали. Вот и с домом. Прям салон красоты. Синечка Олечка. Ну, где как не на поляне, а на доме 2. На путь и Ётька. Печеньки сегодня зажали. Атмосферки вам. Так что, если вы молоды, красивы, креативны, даже не... Вообще, все это неважно. Если вы уверены в себе, приходите на дом 2. Как себя чувствует самый лучший участник на проекте? Спасибо огромное, прекрасно. А ты откуда знаешь? Я ж Рома поцелу вам так же, это ты украла мою шутку. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, много кто мне написал, что это связано с полнолунием. Ну, вот я действительно не спала вообще. Вчера, наверное, за всю ночь проспала максимум 2 часа. Хотя я безумно хотела спать. То есть я прям устала. Уставшая была. И вот. Но я все-таки это связываю с тем, что ни деток, ни Сергея, я думаю, нет. Вообще, как-то разнылась. Ну, все. Обычно я с таким с вами делюсь. Пытаюсь как-то больше на позитив. Вас настраивайте себя. Моменты нытья. Одна и витальны. Нет, депрессии у меня нет. Ну, вот сейчас у меня настоящая осенняя хандра. Убрала себе всяких хрустяшек. Вчера даже ночью плакала. Вообще не спала. Грустно мне. Очень тоскливо. Даже мышка со мной не спала. Мыши. Даже ты меня вчера бросил. Что-то очень сильно понравилось. То почему бы и нет? На самом деле я знаю даже люди, которые могут себе позволить. Там супер дорогие сумки. Они все равно миксуют. То есть у меня, допустим, есть и оригиналы, есть и реплики. Ничего в этом плохого не вижу. Кстати, у меня есть проверенные. Реально вот два типа людей есть. Те, кто покупает реплики, а потом выдает их за оригиналы. Типа вот с оригиналом. А есть тип людей, как я, которые если купил реплику, то еще всем подружкам похвастается. А, смотри, какая классная копия. То есть, естественно, у меня есть... Кстати, у меня есть свой байер. Она живет в Китае. Я у нее заказываю уже около шести лет. Я ее раньше через Инстаграм узнала. Сейчас она в Телеграм-канале рассылки делает. Кстати, подключайтесь прямо сейчас. Вот свои пути вверх, переходите. Сейчас я вам покажу. Будьте... Очень люблю ее страничку. Там помимо сумочек, туфелек и всего остального, часиков, есть еще и полезная информация про то, когда что работает непосредственно в Китае. И, конечно же, огромный выбор. Заходите сами. Сами смотрите. Приложу активную ссылочку. Там и интересно, и полезно. Слушай, вы видите, есть и живые видео, и фото. То есть, не просто там какие-то картинки из интернета, а именно ее свои. Нет, в темной точно не хочу. Но завтра я еду на коррекцию волос и думаю, может быть, вообще сниму. Ну или... Не знаю. Не решила, короче. Завтра что-то будет новенькое. Точно не так, как сейчас. Самое. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Уже валюочки в салоне. Снимаем капсулки. И вот думаем, что же делать. Вообще. Прям интрига даже для меня самой. Кстати, моя длина волос. Вот. Ну, мне маловато, наверное, не знаю. Сейчас корыну пить или что-то делать. Нарастить. Это у нас ведь Аленушка. Посмотрите, какие роскошные она свои волосы нарастила. А мне сейчас немножко подстригли мои. И, в общем-то, еще не решили, что будем делать. Сейчас я вам, кстати, полезную информацию расскажу про вебинары. Если вы хотите быть мастером, вам нужно обязательно обучаться именно у Алены. Потому что как она наращивает волосы, так никто не наращивает. Это просто самые маленькие капсулы в мире. И всегда. Посмотрите, как у меня свои волосы отросли с ее наращиванием. То есть вы помните, да, что у меня вот такая длина была. Я же как раз стригла. Вот так вот. Ну что, ребят, вот я и готова. Вообще красота. Нарастили со стороны челки. Сделали под мою длину. То есть сзади у меня волосы свои длиннее. Мы нарастили вот здесь часть для того, чтобы уравнять всю. Алена открыла свою онлайн-школу по наращиванию, что очень удобно в наше время. И еще бесплатный вебинар ждет вас у нее. Поэтому заходите к ней на страничку, читайте полную информацию. Я очень довольна. Вообще красота. Таким образом, сейчас, учитывая, что у меня она рощена спереди в волосике, голова будет отдыхать от большого количества капсулы, и я буду постепенно привыкать к своей длине. То есть это моя длина сзади, а спереди, конечно, у меня более короткая, у меня краскат. Вот. Постепенно глядишь к своей длине. Я привыкну, пока морально не готова ходить совсем не длинными волосами. Кстати, как вам костюмчик? Это из моего магазина. Супер теплый. Очень теплый. На основе шерсти. Производство Турция. Ребята, Инстаграм почему-то заблокировал страничку Саньки Артемовой. Если вы ее потеряли, вот, на этом аккаунте она сейчас... Надеюсь, вы вернуете и предыдущую страницу, но в любом случае, вот, сейчас смотрите ее здесь. Я скачала к нам в магазин, взять себе образы новые. Смотрите, какой теплый флисовый костюм. У нас их очень много, как и вязаных. Мне очень понравился. Двойной капюшон. То есть не замерзнуте кармашки, брючки на высокой посадке. Такая шнуровочка. И еще разные варианты есть. Разные цвета. Моделей очень много, цветов тоже очень много. Такие прелестные кашемировые костюмчики. У нас очень, кстати, много костюмов. Вязка. Снимаю вас специально без фильтра, без всего, чтобы вы видели цвет и фактуру ткани. Они очень мягкие и отлично прослужат вам все. Осень, зиму и весну. И еще шапочка в комплекте. Прелесть. Ну, набрала себе пакетиков. Теперь я не замерзну точно. Еще и сегодня успела себе пилинг сделать на лицо. В салоне побывать. По пробкам везде все объехать. И вот в магазин закрываем на час позже. Но зато я с покупкой.